Николаевск на связи Радикальное и довольно оригинальное решение вопроса по зданию для детской школы искусств было принято губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Такое решение предложила местная администрация, оно меня возмутило Они хотели детский сад один выселить и туда разместить детскую музыкальную школу Это не годится, нельзя делать добро за счет других Надо искать оптимальное решение Но коли оно до сих пор не найдено, то мы договорились вместе с социальным блоком правительства и с местной администрацией Что управление образования Николаевского района, которое занимает двухэтажный особняк Переедет в администрацию района, там немножко чиновники ужмутся Оплотнятся А дети будут заниматься в этом здании, которое освободится Стоит напомнить, что в прошлом выпуске новостного блога «Николаевск на связи» Было озвучено общественное мнение, с которым через несколько дней совпало мнение губернатора Магазин «Светофор» по-прежнему закрыт в соответствии с невыполнением требований решения городского суда от 24 декабря 2020 года Согласно мотивированного решения суда, у прокурора имеются достаточные основания полагать, что эксплуатация здания, в котором находится магазин, представляет опасность для окружающих, в том числе для собственников помещений, работников фирмы «Регион» и фирмы «Торгсервис-127» 28 мая в сети Instagram прошел прямой эфир представителя магазина «Светофор» в Николаевске-на-Амуре Эфир прошел довольно вяло, оставив после себя много вопросов Тем, кому ситуация, произошедшая с магазином низких цен действительно интересна, могут самостоятельно ознакомиться с решением суда и списком нарушений, которые необходимо устранить для того, чтобы торговля в «Светофоре» возобновилась Ссылка на материал находится на YouTube-канале под видео В Николаевске начался плановый ремонт уличнодорожной сети города Сейчас ведется ремонт улицы Советская от улицы Попова до Заводского переулка Работы ведутся даже в выходные дни В плановый ремонт включены ремонт улицы Пионерская от улицы Александрова до дома номер 74 улицы Пионерской Ямочный ремонт улицы гильщих асфальта бетонное покрытие Ремонт проезда между улицей Пионерской и улицей Школьная в районе дома номер 83А по улице Пионерской и дома 83 по улице Школьной Устройство тротуара по улице Луначарского – нечетная сторона от улицы Кирова до улицы Чехачева Жители города наблюдают за качеством выполнения ремонта уличнодорожной сети города Поднятый в мае вопрос по некачественному ремонту входной группы здания детской поликлиники по улице Кантора 24А был задан главному врачу Николаевской центральной районной больницы Строительные работы в рамках государственного контракта выполняла фирма, выигравшая аукцион на сайте госзакупок В силу того, что гарантийный срок выполненного ремонта не окончен, подрядная организация претензий заказчика приняла Рабочие уже работают над замечаниями Более подробно об этом в отдельном репортаже Продолжается строительство больничного комплекса в Николаевске-на-Амуре И к радости жителей наконец-то установлены бетонные тротуары, по которым теперь вполне спокойно и не пачкая обувь, можно пройти в отделение больниц Открытым остается вопрос по пассажирским перевозкам С 24 мая не выполняются внутренние перевозки в поселке Мабу Не подано ни одной заявки на электронный аукцион на выполнение работ связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок По регулируемым тарифам по Муне цепальным маршрутам Николаевского района В связи с этим аукцион признан несостоявшимся О чем это говорит? Это говорит о том, что жители поселков Половинка, Красная, Чнерах по-прежнему будут ездить на коммерческих рейсах Высокая стоимость перевозок стимулирует жителей перечисленных поселков заняться спортивной ходьбой и ввести это в постоянную практику, как минимум на ближайший месяц до конца июня И это впечатляет Ведь спорт это здоровье, а здоровье это путь к долголетию Присылайте свои новости на WhatsApp 8 914 213 255 9 Подписывайтесь на канал Роман Зайцев Живу на ДВ Ставьте лайки, пишите комментарии С вами Аэлита Леонова, новостной блог Николаевск на связи С вами Аэлита Леонова, новостной блог Николаевск на связи